Выпуск подготовлен благодаря страйкбольному магазину ТОПГАН. Огромное спасибо моим информационным партнерам. Приветствую жителей убежища. Добро пожаловать в очередной обзор. Сегодня вашему вниманию представляется АК-74М от компании ЦИМА. От компании ЦИМА? Опять от компании ЦИМА? Да сколько же можно-то? Дай мне что-нибудь, о великий разум, дай мне что-нибудь новенькое, свеженькое и получшее. На, держи. Совсем другое дело. Это куда ни шло. Ништячок, мужики. Сегодня вашему вниманию представляется АК-74М. АК-74М от компании ЛЦД. Поехали. Сейчас, минутку вернусь. Дайте еще побегать. Уи-и-и! У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Я наконец-то достал нормальную толковую вещь, которой можно что-то рассказать. Итак, в моих руках АК-74М от компании ЛЦД. Что в первую очередь бросается в глаза? Его масса. Масса-габаритность. Три с половиной килограмма. Привод выполнен целиком из металла. Он цельнометаллический. И все те пластиковые детали, которые должны быть пластиковыми, они пластиковые. Ударопрочный пластик. Очень качественный. В первую очередь бросается в глаза. Это то, что металл здесь действительно металл. Не тупой силумин. Не тупой. Какой-нибудь другой заменитель и сублиматор других металлов. Настоящий, настоящий металл. Металлическая крышка ствольной коробки. Металлическая ствольная коробка. Металлический затвор. Металлический приклад. Металлическая газовая трубка. Металлический ствол. Металлический пламякоситель. Металлический шомбал. да детка это он это шум на ленинградский почтальон а теперь кратко о главном качество привода бросается в глаза когда берешь его в руки когда пытаешься подергать за приклад когда пытаешься что-нибудь скрутить когда что-нибудь в общем люфтов у данного привода не замечено это большая вкусняшка еще одна большая вкусняшка в том что крепление под ласточкин хвост видны следы фрезеровки мало того что он цельнометаллический так он фрезерованный шикарно складывается приклад после того как он складывается он более не люфтит приятное на ощупь прицельное приспособление тут очень многого о приводе не скажешь просто хорошая качественная вещь ценовая категория вот тут печально цены до lct на частности даже на этот привод честно говоря кусаются и такому нищеброду как мне они не по карману а я говорю примерно о 16 с половиной тысяч за эту игрушку что мы получаем приобретаем lct akr 74 мы приобретаем качественный привод бункерный магазин в частности у меня сейчас стоит механический магазин но суть не меняет и море удовольствия в интернете гуляет очень много самых разных видео о том как его испытывают на прочность он показан в себя с наилучшей стороны конечно у него есть свой ценовой конкурент компания е.н.л просто вроде просто елка которому он уступает на выходе мы получаем 120-125 метров секунды двадцатым шаром слабые стороны привода от компании lct это его внутрянка после его приобретения вам необходимо сменить первую очередь моторчик отличие от цимы он снабжается довольно слабым моторчиком которые частенько выходят из строя а также следует сменить проводку она тонкая и очень ломкая вложив свои финансы в легкий тюнинг данного привода вы останетесь довольны он будет вам служить верой правда очень долго и можно даже выламывать двери жарить на этой штуке тосты над огнем и получать мое удовольствие питание привода компании lct также производится от аккумуляторной батареи а к типа который по стандартному решению прячется в газовую трубку отверстия кстати газовой трубки чуть меньше чем например у цимы поэтому аккумулятор доходит оттуда не до конца и подключение производится стандартным переходником ставится без проблем на место крышка ствольной коробки и производится контрольный выстрел очень приятный следует заметить самой первой отличительной характеристикой данного привода от всех остальных более дешевых его аналогов это переводчик огня он более жесткий и приближен к реалистичному это является не только приятной но и функциональной фишечкой потому как в горячке боя вы будете уверены о том что привод у вас никак не сможет перейти на одиночный огонь или вообще встать на предохранитель камера хоп апа по классической традиции прячется за затвором она рычажкового типа ну я так его называю вперед и назад переводим он очень плавно мягко ходит и легко регулируется вопрос о совместимости к лцт подходит магазины практически любых фирм начиная от сердце как у меня заканчивая банальной цимой к примеру как вот этот встает без проблем а также неплохо подает шары ну собственно проблем с этим у вас возникнуть не должно я думаю меньше слов но больше дела переходим самому интересному за моей спиной находится несколько мишеней в виде воздушных шариков уже ставших традиционным нашей передачи и стрелять мы будем сегодня из ака 74 с точнее к с 74 от компании лцт выходе я напоминаю 125 метров в секунду 0,20 шаром в данном случае у меня 0,25 шары то есть выход будет где-то примерно 100 метров в секунду возможно 95 метров в секунду расстояние до наших мишеней 23 шага что примерно в эквиваленте и составляет где-то 19-18 метров стрелять буду я по принципу детской считалочки если вы ее вспомните первым у нас будет красный шарик второй будет оранжевый каждый охотник желает желтый снай вверх кубит козан не спорт класс козан 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 м козан козан в м м м м м м м м Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, джентльмены, делаем выводы. Этот привод абсолютно готов для того, чтобы вести игры. Его скорость отличная, кучность великолепная, материалы шикарные. Поэтому приобретая данный агрегат, вы ни о чем никогда не пожалеете. Ну, а на этом у меня все или почти все. Спасибо за то, что посмотрели это видео до самого конца. Не забываем подписываться на канал, а также смотреть предыдущие видео. А также, ребята, вконтакте я открыл группу. Кто хочет, заходите. Там будут дополнительные материалы по моим выпускам. И вполне возможно какие-нибудь вкусняшки или плюшки. Ну, в далеком будущем. А у меня все. Всем пока. Увидимся в следующий раз. Ребят, совсем забыл. А как же наш традиционный бах? Ой, ё!